Медиагруппа «Авангард» представляет Время уменьшить. Не секрет, что инцидентов сейчас происходит все больше и больше, потому что сейчас огромное количество векторов для атаки на ту или иную инфраструктуру для того, чтобы получить те или иные данные. Естественно, злоумышленники постоянно эволюционируют, постоянно придумывают что-то новое. Если раньше это были простые вирусы, сейчас это уже многосоставные атаки, когда используется несколько различных вредоносов в семействе вредоносов для того, чтобы получить тот или иной исход. То есть, например, используется один вредонос для того, чтобы заразиться, зажать тот или иной компьютер и распространиться по сети. А второй вредонос для того, чтобы уже сделать что-то вредоносное, украсть данные, например, либо сшифровать эти данные, либо сделать еще что-нибудь. И среди этих векторов появляются совсем даже неожиданные. То есть, например, если у кого-то случайно остался факс, то через этот факс тоже можно взломать сеть, потому что, как правило, у нас даже простейшие офисные вещи подключены к сети. Если они не защищены каким-либо образом, то это тоже может создать инцидент, инцидент безопасности. И получается, что на текущий момент инцидент может создать что угодно. Если это облачный сервис, например, который тоже активно развивается, активно развивается внедрение облачных сервисов и даже в нашей стране, то его начинают взламывать буквально через 5 минут. Кстати, а был у кого-нибудь такой опыт, например, когда вы вывели какой-то сервис в интернет, и буквально к нему уже пришли какие-нибудь китайцы, например, или еще кто-нибудь буквально через 5 минут. Был у кого-то такой опыт, да? О, было. Да-да-да. То есть, если вы выставляете машинку, вы получаете примерно такую картину, как на слайде. То есть, буквально уже через 5 минут тот приходит, начинает сканировать и дальше пытаться использовать те или иные уязвимости. И таким образом, если мы рассматриваем такой, можно сказать, классический подход, когда у нас закрыт основной вектор, это почта, соответственно, корпоративная почта, а все остальные вектора у нас контролируются средствами, которые просто осуществляют какой-то мониторинг, то есть некие сенсоры такие, то мы получаем то, что с течением времени, если, например, у нас вредонос проник все-таки в нашу инфраструктуру, то с течением времени ущерб, который может возникнуть от подобной атаки, он возрастает, возрастает, возрастает. То есть, пока пройдет, например, какая-нибудь та же форенсика, пока специалисты, причем довольно дорогие специалисты, поймут, что что-то произошло, уже злоумышленник может натворить много различных дел. Причем это отражается в статистике, потому что есть компания, например, Dimensional Research, она провела опрос различных специалистов, которые занимаются различными соками, и она задала им вопрос, какие основные задачи стоят перед соком. И многие сказали, что одной из основных задач, наверное, является, это как раз расследование инцидентов, когда что-то непонятное происходит, и нужно понять, что это, и насколько это вообще опасно для компании. Вторым по популярности ответов был еще просто анализ логов. То есть, у многих возникает такая проблема, что логов очень много, информации огромное количество, и как-то нужно ее все анализировать. Судя по этой статистике, можно сделать интересный вывод, что, например, песочница у заказчиков далеко не у всех стоит вообще, потому как она отсылает, по крайней мере, по данной статистике всего лишь 36% различных событий. И дальше им задали вопрос специалистам о соках, что какие основные проблемы вообще в соках. И, как я уже сказал, то есть одна из основных проблем – это то, что нет достаточно обученных специалистов, которые действительно обладают экспертизой, чтобы понять вообще, что происходит. Это огромное количество данных, и это абсолютно разнородные средства безопасности, которые стоят. Поэтому, наверное, одним из таких столпов, из трех столпов, которые могут помочь соку сократить издержки на расследование инцидентов и вообще на его работу – это, естественно, предотвращение. То есть, когда мы не просто смотрим, что у нас что-то там где-то происходит, а когда мы сразу предотвращаем это. Потому что, возможно, опять же, есть разные финансовые модели, но возможно предотвратить гораздо дешевле, чем потом когда-то расследовать. Это, разумеется, автоматизация. И, опять же, в рамках конференции много раз упоминали системы типа СААРа, то есть, которые автоматически реагируют на те или иные события и дальше, например, вычищают какую-нибудь станцию от заражения или от каких-либо других проблем. Ну и это, конечно, инструменты, которые позволяют видеть эти инциденты и понимать, что это за инцидент, насколько он опасен и что с ним можно сделать дальше. То есть, как предотвратить его в будущем. Причем, если мы говорим о предотвращении, то у нас состоит, конечно, из двух частей. То есть, первое – это банальная фильтрация. О чем многие забывают – это когда мы, например, в той же почте блокируем самые очевидные угрозы, самые очевидные вектора атак. То есть, например, наверняка нет смысла разрешать обмен какими-нибудь исполняемыми файликами в корпоративной почте. И таким образом, если мы отсеем все ненужное, мы уже сокращаем количество инцидентов, которые возникают. И вторым подходом является внедрение как раз уже продвинутых средств по защите от различных кибератак. То есть, опять же, внедрение песочниц – это закрытие не только почтового вектора, то есть вектора атаки через корпоративную почту. Но самое главное – это закрытие еще и веб-трафика. То есть, если пользователь что-то скачивает, возможно, нужно проверить, что он скачивает еще до того, как это попало вообще в систему на компьютер-пользователя. То есть, это защита уже не только периметра, но и защита всех конечных точек. И таким образом, мы максимально сокращаем площади атаки и мы максимально быстро реагируем на те или иные инциденты. Причем не просто реагируем, а предотвращаем их. То есть, все, что нужно дальше сделать – это просто посмотреть отчет и понять, как можно закрыть этот вектор, то есть, что можно сделать в будущем, как предотвратить эту угрозу. Причем у CheckPoint есть огромное количество различных средств, которые именно заточены на предотвращение. То есть, это некая архитектура, которая называется даже Infinity. И в центре такой архитектуры есть облачная база данных, которая собирает огромное количество информации о различных угрозах и которая предоставляет такие сервисы, как, например, машинное обучение. Потому что сейчас огромное количество данных, миллионы различных сэмплов, миллионы различных веб-сайтов появляется каждый день. И человек просто не может обрабатывать такое количество информации, он не может адекватно среагировать на все угрозы. Поэтому используется машинное обучение для того, чтобы выявлять новые угрозы из того, что было раньше, то есть из каких-либо паттернов. Плюс также у CheckPoint есть огромная команда аналитиков, которая постоянно мониторит процессы, которые происходят и которые вызываются теми или иными вредоносами и, соответственно, пополняет общую базу данных, которая находится как раз в облаке. И таким образом создает решающие правила для того, чтобы блокировать именно самые-самые новые атаки. Если говорить про тоже машинное обучение, то опять же за счет того, что это облако, за счет того, что это огромное облако с огромным количеством данных, мы можем делать такую штуку, как пластеризацию. То есть когда мы берем разных вредоносов и смотрим на их поведение и на их небольшие кусочки кода, которые они вызывают. Таким образом мы можем понять, что даже если использовалась только часть какого-то кода в каком-то новом, абсолютно неизвестном файле либо вредоносе, мы можем отнести его к тому или иному семейству, которое тоже использует этот кусочек кода. То есть таким образом мы можем понять, что он может вообще сделать и насколько этого можно опасаться. Естественно, такие решения, то есть, допустим, тоже машинное обучение, оно повышает эффективность информационной безопасности. То есть мы еще больше и больше отражаем именно атак и угроз на инфраструктуру заказчиков. Причем мы можем интегрироваться с различными сторонними системами. То есть, например, если есть какой-нибудь финсерт, если есть какие-нибудь собственные IOC, которые производят аналитики в вашем соке, то есть их тоже можно загружать в средства обеспечения безопасности CheckPoint. И дальше они будут использоваться для, соответственно, предотвращения тех или иных угроз. То есть если что-то нашли, сразу же сообщили это сестом и оно разлетелось. А дальше это будет пополняться в облаке. Вы сразу же на всех точках получаете максимальную защиту и, соответственно, уменьшение количества инцидентов, которые происходят. Одним из, наверное, самых основных элементов такой защиты является, конечно, стек протоколов Sandblast, который есть у CheckPoint, то есть в который ходит и защита рабочих станций, и песочницы. Причем она доступна в абсолютно разных абсолютно видах. То есть и как облачное средство, и как сервер, который находится у вас в периметре. И поскольку я уже говорил об автоматизации, то есть все эти средства поддерживают, естественно, API. То есть можно писать, опять же, там свои плейбуки, например, в рамках какой-то CR-системы, которая дальше будет выполнять, например, сканирование какого-либо устройства, либо каких-либо файликов на всей инфраструктуре, которая защищена CheckPoint, например. Причем сама песочница у CheckPoint – это не просто какой-то сервер с виртуальными машинами. Я уверен, что большинство аудитории знает, что это такое. А у CheckPoint подход такой, что это огромное количество различных механизмов, которые все вместе собираются в единую модель. И эти механизмы пытаются понять, насколько то или иное действие как раз конкретного сэмпла, конкретного вредоноса может быть действительно зловредным. То есть насколько высокая вероятность, что оно нанесет какой-то ущерб. И плюс ко всему, поскольку здесь используется огромное количество различных механизмов, то есть еще некая корреляция между тем, чтобы не блокировать, например, заведомо известные невредоносные файлы. То есть, например, если есть какой-нибудь драйвер, который известно, что он делает достаточно много различных глубоких изменений в системе, но это действительно драйвер, который безопасный. На него не реагировать. Потому что, опять же, любое ложное срабатывание – это как инцидент безопасности довольно дорогая штука, потому что нужно разбирать этот инцидент, нужно понимать, действительно ли это ложное срабатывание. или нет, и что дальше, как его предотвратить. Например, такой тикет вендор, что иногда бывает довольно проблематично или долго. У чекпоинта после каждого обнаружения формируется отчет, который как раз полезен аналитикам в соках, который предоставляет полную информацию. То есть, как на верхнем уровне, то есть, что была за угроза, что была за атака, какая у нее есть классификация, так и гораздо более детальные вещи. То есть, например, опять же, как я говорил, про семейство. То есть, песочница анализирует кусочки кода, которые использует вредонос, и дальше сверяет их с тем, что уже было видно, исходя из миллионов-миллионов различных сэмплов, которые были обработаны. И таким образом выясняется целое семейство вредоносов. А в конце, если есть какой-то процесс, например, сэритхантинга, кстати, есть какой-нибудь сэритхантинг вообще? Кто-нибудь занимается таким? Нет? Нет, похоже, нет. Если вы будете внедрять, например, сэритхантинг, там особо полезно знать вообще всю информацию. То есть, не просто смотреть на слайдшоу какого-нибудь, какого-то действия из песочницы, а обладать всеми параметрами для того, чтобы написать, какая-то нужная IOC. Вот в чекпоинте как раз одним из этапов обработки того или иного вредоносного файла является такой отчет, который содержит всю детальную информацию, которую можно дальше выгрузить в собственную систему аналитики и дальше это как-то использовать. И это то, что касается периметра того же самого. Поскольку у нас пользователи постоянно перемещаются, еще одним важным элементом является, конечно, защита рабочих станций. То есть, некие системы, такие как EDR. Потому что давно уже не секрет, что антивирус – это недостаточно. И для того, чтобы уменьшить количество инцидентов, нам нужен EDR, который постоянно смотрит за всей деятельностью на рабочей станции и понимает, что из нее есть вредоносное, что нет. То есть, например, у чекпоинта есть агент на рабочую станцию, который, во-первых, блокирует заведомо вредоносные файлы, то есть примерно как антивирус. Далее, когда мы уже заблокировали все, что мы знаем, то есть то, что заведомо вредоносно, мы дальше начинаем наблюдать за файликом, за процессом, то есть что он делает, какие совершает операции. И таким образом, если мы понимаем, что что-то вредоносное совершается, мы просто предотвращаем его запуск. То есть не даем развиться атаки по сети. И это некий комплекс таких разных механизмов, то есть от различных антиботов до различной поведенческой аналитики, о которой я скажу далее, которые как раз осуществляют предотвращение в реальном времени. То есть мы не беспокоим пользователя то, что часто возникает проблема такая, что пользователи жалуются на средства безопасности, потому что они мешают каким-то образом. Здесь же мы как-то, как можно сказать, мы сбоку смотрим на то, что происходит. И если что-то происходит вредоносное, то мы вмешиваемся в этот процесс. Если произошел все-таки какой-то инцидент, то есть какое-то вредоносное действие, то агент автоматически может изолировать станцию, вылечить ее, удалить различные вредоносные объекты и после этого сформировать отчет. То есть опять же отчет, который можно использовать аналитиками для понимания того, что вообще произошло и насколько это опасно. А может быть это там вообще не опасно, может быть это какое-то было ложное срабатывание. И если посмотреть на агент изнутри, то есть это, как опять же я говорил, это не один механизм, а это целая плеяда различных механизмов, которые борются с шифровальщиками, например, и борются с различными ревершеллами, и с новыми эксплойтами, и умеют делать такую вещь, как хукинг внутрь DLL, DLL-эк различные, то есть когда агент защищает какие-то довольно популярные приложения, ну, например, там интернет-эксплорер, какие-нибудь офисные приложения и так далее и тому подобное, и пытается обнаружить атаку с использованием уже известного эксплойта. И среагировать, соответственно, на нее вовремя, и сразу же ее отбить и предотвратить. Также интересной вещью является это поведенческий анализ, который использует машинное обучение, то есть когда есть целая команда экспертов, которая собирает новые модели, собирает данные, обучает эти данные. И далее эта модель загружается на рабочую станцию, то есть обученная модель машинного обучения, потому что, естественно, на рабочей станции никто не производит ни переобучения, ни обучения, так как это довольно ресурсоемкий процесс. И после того, как эта модель уже загружается на рабочую станцию, Дальше агент, исходя из этой модели, анализирует все процессы, все файлы. И если вдруг что-то происходит вредоносное, то благодаря этой модели машинного обучения, которая постоянно переобучается под новые угрозы, под новые атаки, причем в автоматическом режиме. То есть там есть небольшое количество работы экспертов и плюс большое количество работ самих алгоритмов. Соответственно, модель переобучается и таким образом обеспечивается предотвращение даже новых атак, на которых нет ни сигнатуры, ни какой-либо реакции. То есть опять же сокращается количество инцидентов, которые действительно нужно расследовать. Таким образом можно обнаруживать различные вещи, типа, например, троянов, майнеров, которые достаточно просто создать, имея какой-то известный майнер, достаточно просто из него создать новый абсолютный майнер, который не будет ловиться другими средствами. И благодаря как раз анализу этих маленьких кусочков поведения между разными файлами агент может находить такие новые майнеры, например, и их блокировать. То же самое касается и троянов, и шифровальщиков, и многих-многих-многих других угроз, которые актуальны на сегодня. Еще один момент, который тоже вызывает огромное количество инцидентов, это фишинг. Сейчас технологии дошли до того, что, например, можно скопировать сайт один в один и дальше разместить его где-то на другом хостинге, например, под другим именем. И таким образом ввести в заблуждение пользователя и украсть на нем, например, его какие-то конфиденциальные данные. Агенты у чекпоинта мониторят различные сайты, на которые переходит пользователь и борются с фишингом. Последствием, опять же, множество различных алгоритмов, включая тоже машинное обучение, анализ картинок, анализ семантики языка, которые используются на сайте. Для того, чтобы помочь пользователю защититься, поскольку, опять же, пользователь не всегда может вообще разобрать, что есть фишинг, что нет. И то же самое работает на мобильном устройстве. То есть даже если пользователь переходит на какой-то сомнительный сайт, допустим, на мобильном устройстве, то есть агент, который сканирует этот сайт. И если он действительно вредоносный, либо какой-то фишинговый, то блокирует передачу данных пользователя на этот сайт. То есть, опять же, уменьшая возможность и вообще вероятность утечки конфиденциальных данных. Таким образом, комплекс различных систем, который у чекпоинт называется Сенбласт, предотвращает даже самые сложные атаки. То есть, которые являются многофакторами, многосоставными, которые начинаются в абсолютно разных частях сети. То есть, может быть, человек подключился к какому-нибудь там публичному Wi-Fi, и этот публичный Wi-Fi на самом деле был там man in the middle, level twin или другие какие-то атаки. И дальше с него, поскольку этот человек имеет, например, VPN в корпоративную сеть, началась какая-то атака. И это создало какой-то инцидент безопасности. То есть, чтобы такого не было, можно ставить агента чекпоинта и предотвращать подобные угрозы и подобные атаки. И последнее, наверное, что хотелось сказать, что интересно с точки зрения, опять же, расследования инцидентов, то есть после того, как что-то произошло, агент на рабочей станции собирает все, что происходит на этой станции. То есть, все какие были процессы запущены, из-под какого имени, какие данные эти процессы получили, либо пытались получить. И таким образом мы получаем детальный отчет о том, что происходило в момент инцидента. То есть, от старта рабочей станции и до обнаружения того, что произошел какой-то инцидент. То есть, теперь не нужно собирать жесткий диск и анализировать все вручную, а можно просто использовать аппетитированные средства, которые мы понимаем, откуда это пришло, что это было за атака, то есть какая классификация, какой вообще ущерб могла нанести эта атака, либо нанесла, что было сделано для того, чтобы вылечить эту атаку. То есть, какой скрипт запустился, какие файлики были удалены. И все это делается в автоматическом режиме, то есть, без привлечения какого-либо дорогого персонала. Итак, суммируя, то есть, используя именно превентивные средства, которые именно предотвращают инциденты, можно резко сократить издержки на владение соком, на его работу, поскольку нужно будет гораздо меньше всего расследовать. А даже если какие-то инциденты произошли, и они предотвращены, то у вас есть инструменты, которые можно использовать дальше при аналитике и при построении стратегии защиты. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok